Имидж высшего госоргана страны зависит от руководителя, а так написал на своей странице в фейсбук депутат Джугуркукинеша Исхак Масалиев. Высказывание касалось непосредственно Турага Джугуркукинеша Достана Джумабекова. Как заявил сегодня его бывший соперник в гонке за место Турага, избранный спикер оказался не готов к должности. Зачастую те доклады, которыми выступает спикер на форумах, он не понимает содержание. И в связи с этим я пришел к мнению, что депутат Джумабеков может остаться депутатом, но только не спикером. Есть десятки факторов, в связи с которыми депутаты отдают свои голоса. Это позиция фракции, позиция политической партии, позиция белого, серого, красного дома, разных домов. В зависимости от этого голосование будет происходить. А сама инициатива вызывает оживление. Я смею вас заявить, что значительная часть депутатов, с кем я разговаривал, готовы поддержать обновление. А вот готовы ли проголосовать, я этого не могу сказать. Внимание общественности к выступлениям Достана Джумабекова приковано всегда, где бы он не появлялся. Будь это спортивное мероприятие, в ходе которого Турага беседовал с журналистами после пробежки, или обычное заседание парламентариев. На одном из них Турага просил чиновников, цитата, «не вешать лапшу на уши», так как не кукурузу они охраняют. Мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Реальный вопрос берут от нас. Сидер Булджерги, мы здесь кулакаты, лапши, не лапши, не лапши, не лапши, не лапши. Во многом именно такие дискредитирующие, по словам кыргызстанцев, выступления Турага послужили поводом для того, чтобы в кулуарах парламента заговорили об отставке. Оно и понятно, говорит Ишинбай Кадарбеков. Роль спикера, если не самая главная, то одна из ведущих. И именно он должен быть на голову выше любого другого депутата и без труда разбираться во всех вопросах. О значимости спикера Ишинбай Дюшинвевич знает не понаслышке. В 2005 году он сам занимал пост, как сегодня говорит главного дирижера депутатов, был спикером. Правда, всего один день. Однако даже этого опыта бывшему Турага хватило для того, чтобы понимать, каким должен быть человек, занимающий столь высокую руководящую должность. Спикер должен быть высокоинтеллектуальный, очень грамотный человек, высокой культурой. Каждое сказанное его слово, оно должно быть грамотным, взвешенным. А это не всем дано, это дано личностям. Требования к Турага очень высокие, он является зеркалом отражения Джоорг Кенгеша. Если Джоорг Кенгеш, к нему очень большие критические замечания о его плохой работе, то это не то, что Джоорг Кенгеша такой. Он просто отражает то, что творится внутри парламента. Согласно регламенту, предложить отставку спикера может одна из фракций. Соответствующее предложение вносится в повестку дня палаты. Не раньше, чем через 72 часа и не позже, чем через 5 дней, депутаты должны приступить к обсуждению вопроса. Однако есть сегодня среди парламентариев те, кого деятельность нынешнего спикера вполне устраивает. Депутат Евгения Строкова, к примеру, считает, что прибегать к таким радикальным мерам, как отставка, не стоит. Джома Бекова, по ее словам, можно было предупредить об ошибках, озвучить некоторую критику и только после ставить вопрос в столь категоричном ключе. Как человек, он довольно-таки понимающий и открытый. Но, конечно же, может быть, ему где-то нужно еще совершенствоваться. Любая должность, она предполагает какую-то адаптацию. И даже если возьмем спикеров, любой из спикеров, он сначала проходил адаптационный какой-то период, а потом начинал вырабатываться. То же самое происходит с нынешним сейчас спикером. Может быть, он излишне где-то в чем-то закомплексован, что его и раз подвергают критики. Пост Турагаджу Буркукинеша Дастан Джамабеков, напомним, занял в октябре 2017 года, после того, как его предшественник Чинабайт Урсунбеков подал в отставку по собственному желанию. Кандидатуру самого молодого спикера выдвинула коалиция большинства, а поддержали 80 депутатов. Если такое же количество парламентариев на ближайшем заседании решит, что такой спикер нам не нужен, Дастан Джамабеков будет вынужден покинуть свой пост. За время работы Джамабекова в должности спикера критики подвергались как устные, так и письменные перлы Турага. В марте этого года кыргызстанцев возмутило письмо, направленное от имени спикера главе Кабмина. В документе насчитали несколько грамматических ошибок, стилистических и опечаток. И если сначала общественность предположила, что обнародованное письмо может быть фото жабой, то позже аппарат Турага подтвердил подлинность документа. Последним же ярким и запоминающимся выступлением Дастана Джамабекова стала речь на заседании парламента во время рассмотрения вопроса ратификации соглашения по аграрному проекту. Спикер, зачитывая название законопроекта на государственном языке, попытался упомянуть немецкий город – Франкфурт на Майне. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдеев, НТС.